Экскурсия началась со знакомства с дежурной частью на первом этаже. Через окно дети увидели, где принимаются экстренные вызовы и куда поступают все заявления, где происходит контроль за территорией и осуществляется слежка за входом. Полиция начинается с дежурной части. Сюда поступают все сообщения, здесь регистрируют все заявления. Далее экскурсия продолжилась в конференц-зале на втором этаже. Здесь сотрудники правоохранительных органов поговорили с учениками на тему сложностей профессии полицейского, обсудили все плюсы и минусы, рассказали, как поступить в университет МВД и какие навыки для этого нужны. Для того, чтобы поступить, конечно, на двойке учиться не надо, надо сдать ЕГЭ, то есть идти в 10-11 класс. И хотелось бы, чтобы у нас присутствует сотрудник АИ, присутствует сотрудник АКЦ, чтобы они немножко рассказали о своей профессии, чем они занимаются. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Анастасия Терехина рассказала о проводимых профилактических акциях со школьниками и воспитанниками детских садов, разъяснительных беседах с водителями и пешеходами. Также перед учащимися выступил действующий эксперт-криминалист. Он поделился спецификой работы и впечатлениями обучения в ведомственном учреждении. Я действующий сотрудник АКЦ ВВД по Московской области. Прохожу службу здесь, в Павловском фасаде. Обучался пять лет в университете МВД имени Кикоти, значит, на экспертном факультете. В расследованиях и следственных делах бывает много интересных моментов. Эксперт-криминалист показал простейший способ, как с помощью специального прибора определить поправки в документах. Устройствами, которые нам помогают определять подлинность документов. Вот, допустим, если вы сейчас будете смотреть, здесь вот год рождения 1964. 1964. И здесь дата выдачи 24 июня. При просвете и увеличении мы можем наблюдать изменение небольшое красящего вещества, которым он нанесен. А также в других режимах мы видим то, что красящие вещество использовалось другое, оно не отображается. И на самом деле здесь была единичка, а не четверка. И здесь мы можем наблюдать то же самое. Далее беседа между сотрудниками и десятиклассниками проходила в стиле вопрос-ответ. Понятно, что полицейским стать очень сложно, и не каждый на это готов. И особо заинтересованных детей было мало. Но те, кто спрашивал, завалили сотрудников целой кучей вопросов. Почему ты задавала сегодня так много вопросов? Ты в профессии заинтересовалась? Ну, я была заинтересована в профессии, во-первых. А во-вторых, я хотела поддержать беседу и смотреть на то, как умеют правильно и грамотно рассказывать сотрудники правоохранительных органов про свою профессию. Хотела бы достать сотрудников в будущем? Мне бы очень хотелось, но я не вижу себя в этой профессии. Заинтересовался ли ты сегодняшним рассказом сотрудников? Да, конечно, я узнал много нового о профессиях, обязанностях, полномочиях. Мне это очень интересно, потому что я рассматриваю поступление и профессию такую, как мне. То есть, хотел бы стать будущим сотрудником? Да, я рассматриваю этот вариант. Знакомство детей с профессией проводилось в рамках информационно-пропагандистской акции «Студенческий десант». Сегодня дети узнали много нового и некоторые уже планируют поступление в институт МВД.